Утром первого, мы на месте. Тремя на заработал, вручили эту школу поезды. Из-за принят, уезжаем. Сотрудники НБКШИНСКОГО РОВД задержали 16-летнего ученика одной из школ Шимкента, который подозревается в совершении ряда краш-сотовых телефонов. Как правило, жертвами его преступлений становились малолетние школьники. Заявления от жителей района к полицейским поступали регулярно в течение последних месяцев. НБКШИНСКОГО РОВД обратилась к жительнице города Шимкента с заявлением. В своем заявлении она указала, что у его сына несовершеннолетнего, незнакомый молодой человек, лет 15-16, открыто отобрал сотовый телефон марки LG G3 стоимостью 55 тысяч тенге, угрожая физической расправы. По данным факту было возбуждено уголовное дело согласно части 2 ст. 191 УК Республики Казахстан. В ходе проведения оперативно-радостных мероприятий сотрудниками отделения криминальной полиции НБКШИНСКОГО РОВД города Шимкент был задержан и доставлен в отдел полиции гражданин из Казахстана 1999 года рождения. Пока полицейские выявили 6 фактов краж телефона, задержанный подросток действовал всегда по одной и той же схеме. О ней он рассказал на примере последней кражи. По знакомым пошел к нему, попросил телефон с просьбой позвонить. Он отказывался. Я сказал, что ты как девочка. Он отдал мне телефон, я начал пугать, говорю, если напишешь заявление, то я тебя побегу. И потом я начал быстро уходить с его подъезда. Телефон продал, бутик на гарантии. А сколько? За 20 тысяч рублей. По всем фактам полицейские возбудили уголовное дело по статье 191-й части 2-й. С подростка взята подписка о невыезде. И сейчас следователи готовят материалы для передачи в суд. Сотрудники этого же РОВД в ходе плановых оперативно-профилактических мероприятий задержали 25-летнего жителя города, который подозревается в совершении другого правонарушения – незаконном ношении оружия. В ходе профилактических мероприятий сотрудники Энбекшинского РОВД остановили гражданина Д, у которого при личном досмотре обнаружили травматический пистолет и 4 патрона к нему. Оружие нигде не зарегистрировано со сбитым заводским номером. Сейчас назначена экспертиза, которая установит, применялся ли пистолет при совершении ранее зарегистрированных преступлений. Задержанный полицейским рассказал, что приобрел пистолет с рук для самозащиты, но нигде использовать его не успел. Сейчас полицейские проверяют, соответствуют ли его слова действительности. Назначена экспертиза. По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело по статье 287 Уголовного кодекса. Ведется следствие. Задержанный выпущен под подписку о невыезде. А сотрудники Абайского РУВД в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» улучшили свою статистику раскрытием сразу двух преступлений. Полицейские выявили факты незаконного хранения наркотических средств и ношения холодного оружия. Трех мужчин возрастом от 30 до 52 лет полицейские заметили курящими на скамье на улице Космодемьянской. Но, как оказалось, курили они не табако-марихуану. В ходе операции «Арсенал» в одном из дворов дома по улице Зои Космодемьянской сотрудники Абайского РУВД задержали трех граждан, которые подозреваются в нарушении статьи 296 Уголовного кодекса. В своем правонарушении они признались полностью. Ведется следствие. Задержанных полицейские доставили в ближайший опорный пункт, где на них был составлен протокол задержания по факту незаконного хранения наркотиков. А спустя час в поле зрения полицейских попали еще двое мужчин. У них полицейские изъяли ножи. Во время отработки в рамках этого же оперативно-профилактического мероприятия мы задержали еще двух граждан, нарушивших 287-ю статью Уголовного кодекса «Незаконное ношение и хранение холодного оружия». У них были изъяты два ножа. По этому факту возбуждено уголовное дело. Задержанные пояснили, что ножи они приобрели в коммерческом магазине в качестве сувениров и использовать в преступных целях не собирались. По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела. До суда задержанные выпущены под подписку о невыезде. «Незаконное ношение и хранение»